В Люберцах продолжается реконструкция Октябрьского проспекта. Какие работы в рамках реализации первого этапа этого масштабного проекта уже выполнены, в ходе инспектирования узнал глава округа Владимир Волков. Работы по реконструкции главной магистрали города будут выполняться в пять этапов. Первый этап, а он самый трудоемкий, включает замену инженерных коммуникаций, расширение дорожного полотна с четырех полос до восьми и строительство эстакады от улицы Власова до Волковского проезда. Обустройство на этом участке ливневой канализации, которой в центре города до этого никогда не было, уже завершено. Коллектор на данном интервале положен полностью. Сейчас осуществляется непосредственно работа по пересечкам под Октябрьским проспектом, который будет собирать со всех очень, скажем так, сложных участков дождевую воду. Также в рамках первого этапа предусмотрено строительство двух подземных переходов. Одного на пересечении с улицей Красной и второго со Смирновской. На первом объекте уже готов фундамент двух лестничных сходов и построена часть тоннеля. В первом квартале следующего года работы по строительству перехода на пересечении с Красной улицей планируют завершить. Его общая длина составит более 60 метров. Мы держим работы все на контроле. Сегодня с подрядной организацией как раз-таки находимся на участке, где будет обустроен пешеходный переход. Для нас важно, чтобы все работы были синхронизированы, не было никаких сбоев, задержек. И мы в конце следующего года уже, конечно, увидели и эстакаду, и два подземных перехода, и законченный вид вот этого отрезка дороги. Окончание работ, включенных в первый этап реконструкции, запланировано на третий квартал 2023 года. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.